Привет, друзья! В 1982 году в Днепропетровске прошли всесоюзные соревнования по народной гребле. Напишите, в каком именно месте проходили эти соревнования? Давайте посмотрим хронику. Днепропетровск. Любителей гребли можно увидеть везде, где есть хотя бы маленькая речушка или пруд. А катаются они на прогулочных, так называемых, народных лодках. До 1952 года проводились различные соревнования и даже чемпионаты страны по народной гребле. Но постепенно этому неолимпийскому виду спорта стали уделять все меньше внимания. Конечно, это было неправильно. И вот сейчас, после 30-летнего перерыва, по инициативе многочисленных любителей спортсменов, возобновилось проведение первенств СССР по народной гребле. Чемпионат вызвал большой интерес. В Днепропетровск приехали команды почти всех союзных республик Москвы и Ленинграда. Флаг первенства подняли чемпионы 1952 года Анна Крышин, Юрий Севастьянов и Геннадий Тарнаев. В программе соревнований заезды на лодках-одиночках и двойках. Дистанция для женщин – тысяча метров. В финале главными претендентками на победу были Наталья Комарова из Свердловска и чемпионка Украины Тамара Шведюк. Днепровская вода оказалась счастливой для Свердловской спортсменки. Наталья Комарова, контролер ОТК завода «Уралкабель», стала чемпионкой страны. В лодке двойки победили Елена Ярмоленко и Наталья Юрьева из Днепропетровска. Мужчины соревновались на дистанцию 2000 метров. В лодках-двойках основная борьба развернулась между Свердловчанами – Сафроновым и Шишкиным и гребцами из каменец Уральского – Турыгиным и Ермолаевым. Чтобы быстро везти лодку весом около 100 килограммов, надо обладать и высокой техникой, и большой физической силой. Решающий заезд принес успех Михаилу Сафронову и Геннадию Шишкину. В лодке-одиночке победил Сергей Юрьев из команды Украины. Второе рождение народной гребли – наглядный пример дальнейшего развития массовости физкультуры и спорта. Ну как, если вам понравилось видео, ставьте лайки, делитесь этим видео со своими друзьями и обязательно напишите комментарий, а также всем желающим помочь каналу развиваться. Номер карточки будет в описании. Также рекомендую вам смотреть видео, которые только для спонсоров. Вы их найдете во вкладочке «Сообщество». Ссылку также дам в описании. На этом все. Пока, друзья. До свидания.